Приветствую всех любителей шестой цивы. Несколько дней назад я сделал видео по поводу того, что, мол, не надо никакие гайды делать уже в шестой циве, все, в принципе, я рассказал, и мне в комментариях совершенно резонно отметили, что вообще-то есть о чем рассказывать. Это правительство и политические курсы. Действительно, тема важная. Ну, конечно, с патчами будут меняться цифры, но идея вот этих всех политических изменений в игре, социальных, политик и прочего, меняться, естественно, не будет. Поэтому гайд будет жизнеспособный очень долгое время. Да, зовут меня Леша Халецкий, вы на канале Леша Играет, и давайте, собственно, я вам много всего интересного прямо сейчас и расскажу. Начну с правительств. Их в игре всего девять, причем первые правительства открываются прямо в одной социальной политике. Да, все правительства только в социальных политиках открываются. Первые три в политической философии, остальные в разбросе. Причем интересно, что следующие политики, как бы следующего уровня, грубо говоря, монархия, теократия и торговая республика вообще в разных местах. Последнего уровня, коммунизм, демократия и фашизм, хоть и в разных социальных политиках, но в одном месте при движении по дереву социальных институтов. Только в середине игры вы можете, у вас может быть как-то различаться. И тут есть некоторая проблема именно в том, что из-за такой разбежки выгоднее идти в торговую республику, чем в монархию, тем более в теократию. Ну, это одна из причин. Другая, конечно, причина просто. Торговая республика выгоднее во многом, но об этом чуть позже. Правительство, в первую очередь, это ограничитель того, сколько карточек может использовать игрок. Как видите, вот в олигархии одну военную, одну экономическую, одну дипломатическую и одну универсальную. Сюда вы можете вставить карточку любого типа. И, например, в той же демократии одна военная, три экономических, две дипломатических и две универсальных. Правительства одного уровня дают одинаковое количество карточек. Олигархия античная республика автократии 4, монархия теократия торговая республика 6 и коммунизм, демократия и фашизм 8. Ну, понятно, каждый уровень плюс две карточки. Различие в бонусах и в наследии дает специализацию каждого правительства. Как видите, в карточке каждого правительства две строчки. Первая строчка — это просто бонус, который работает в течение того времени, пока у вас принято это правительство. Вторая строчка — это бонус наследия. Он тоже работает в то время, когда у вас принято правительство, но у вас будет добавляться плюс 1% за каждые сколько-то ходов, в зависимости от скорости игры. Вот в данном случае написано каждые 10 ходов на стандартной скорости, на сетевой скорости каждые 5 ходов будет добавляться плюс 1% все то время, пока у вас это правительство есть. И вот эти добавленные проценты потом останутся, даже когда у вас это правительство уйдет. Вот обратите внимание, сейчас у меня демократия, но у меня есть бонусы наследия от античной республики. И вот это один из багов шестой цивы, кстати. Посмотрим, исчезнет ли он после последнего патча. Видите, у меня написано плюс 7% от фашизма бонус к производству юнитов. Дело в том, что я фашизм в принципе не принимал. Я принимал в течение этой игры только античную республику, а потом торговую республику. То есть вместо того, чтобы получать бонус в процентах, то есть у меня должно быть 7% на покупку за золото, я получаю почему-то бонус за фашизм, который я не принимал в течение игры этой вообще. Мне, кстати, писали об этом в комментариях. Вот я вам показываю, что вот это баг в шестой циве на данный момент такой есть. Ну и вот сейчас уже плюс 1 к производству проектов в районах я уже получил, потому что демократия. 8 ходов у меня принята, через 3 хода еще 1%. И вот так постепенно оно будет добавляться. Кстати, еще обратите внимание, странный перевод. Написано «бонус к продукции район». Это не бонус к продукции районов. Это бонус к созданию проектов в этих районах. То есть очень странный такой перевод. Хотя в тех же социальных политиках, когда открываешь демократию, тут в принципе более-менее вменяемо переведено. Вот видите, «бонус к продукции проектов в районах». Вот здесь правильно написано. Сменять правительство вы можете при открытии любой социальной политики. Как только у вас открыта социальная политика, в этот ход вы можете сменить правительство. Вот сейчас я открыл, кстати, самое последнее общество будущего, и в данный момент я могу социальную политику сменить. Правительство, правительство. Но если вдруг вам внезапно понадобилось сменить правительство, то вы сможете заплатить деньги. У вас там открываются социальные политики, а вам надо прямо сейчас. За деньги вы можете сразу поменять правительство. Опять же, количество денег зависит от времени, в котором находится игра. Но обратите внимание, что вы можете получить анархию. По-моему, в шестой циве механика анархии сделана дебильно, откровенно. У вас будет анархия только если вы вернетесь к тому правительству, которое у вас уже когда-то было. Вот нафига? Что за странное такое ограничение? Может, лучше было сделать анархию, если вам внезапно, ну, вне времени пришлось бы поменять правительство. Там, ну, анархия на один-два хода буквально. Здесь же нет. Вот вы возвращаетесь к бывшему правительству, и тогда наступает анархия. Чем дольше вы жили при том правительстве, к которому вы вернулись, тем дольше будет анархия продолжаться. Но минимум три хода, минимум три хода. При этом во время анархии вы не будете получать ни золота, ни науки, ни культуры, ни веры. У вас не будут работать все вот эти политические курсы. В общем... А, ну и не можете вы сменить правительство, пока анархия не закончится. В общем, серьезная такая штука, так что не забывайте, каким правительством вы занимаетесь. Кстати, вот мне интересно, а если я сейчас к фашизму вернусь, не будет ли считаться, что я, типа, вернулся к тому правительству, которое у меня уже было? Нет, видите, не считает. Сейчас я еще попробую загружить сейф обратно к торговой республике, попробую вернуться. Даже немного раньше, немного раньше загрузил, показать вам смену правительства без открытия социальной политики. Вот у меня они открыты, поэтому мне 195 золота нужно заплатить, чтобы сменить коммунизм на демократию. И, кстати, обратите внимание, здесь глюк немножко по-другому выглядит. 20% от античной республики, 5% от демократии, 7% от фашизма, хотя демократии у меня все еще не было. Вот есть 5% от коммунизма, то есть здесь ключ от бонусы наследия только в путь. Напоминаю, демократию я еще не принимал ни разу вообще. Мы платим 195 золота, открывается возможность принятия и беру демократию. Какие правительства лучше, какие хуже? Вначале, как ни странно, лучше олигархия. По той простой причине, что когда вы открываете вот эти три правительства одновременно, олигархия будет давать самые лучшие бонусы. Плюс 4 к боевой мощи юнитам, очень неплохо и для ранней войны, и для борьбы против варваров. 20% опыт для юнитов, как бонус наследия, как бонус вообще во время игры, тоже очень неплохо. Античная республика в принципе неплоха, но проблема в том, что когда вы ее откроете, у вас точно не будет еще районов, и вы даже, скорее всего, не будете их задумываться о том, чтобы построить. Поэтому ни довольства не получите, ни бонусные очки великих людей, ведь как раз очки великих людей от районов будут идти. Поэтому античная республика, возможно, через некоторое время, вот когда у вас будет хотя бы несколько районов, у вас будут очки великих людей идти, тогда можно подумать о том, чтобы на нее переключиться. Но надо четко понимать, что у вас не будет войны. Как ни странно, автократия почему-то для войны не самый лучший вариант, потому что столица получает плюс один ко всей продукции, так у нас и так есть такой политический курс, плюс один вообще для всех городов. То есть плюс один молоток, ну тут не так прикольно. А уж внезапно для политики, для правительства, которое по идее на войну должно быть, 10% к строительству чудес света нафиг надо. И получается, что олигархия именно такой самый универсальный выбор в первом уровне правительств. А автократия самый, ну, видимо, не самый удобный, я бы так сказал. В правительствах второго уровня обычно идут к торговой республике, монархия тоже неплоха и теократию практически всегда игнорируют. Проблема в том, что все-таки религия на данный момент не так сильна. В принципе, неплохая стратегия игры через теократию за Россию, потому что там лавра будет давать много веры. Я уже как-то, по-моему, рассказывал о такой стратегии. И примерно в одно время вы выходите в кавалерию, то бишь в казаков, уникальный юнит России, и открываете теократию. А основной бонус теократии в том, что позволяет покупать наземные юниты за очки веры. То есть к тому моменту, как вы вышли в казаков, у вас столько веры, что вы штук 10, 11, 12, я бы даже сказал, вполне можете купить за веру. Ну, 340 веры, походу, по-моему, тут все одинаково стоит. Ну, 340 это на стандартной скорости, то есть на сетевой будет 170 веры стоить. Это вполне штук 10 казаков покупается только в путь. И вы просто выносите ближайшего соседа. Но это надо серьезно потренироваться и хорошо так выйти. Во всех остальных случаях теократия, бесполезная трата ресурсов, она не дает, в отличие от других правительств второго уровня, ничего прикольного. То есть, ну да, кстати, 15% скидка на покупки за веру. И вообще позволяет покупать... То есть, еще меньше будет стоить не 170 вер, а еще меньше на самом деле. Ну и здесь вполне нормальные такие карточки можно будет поставить, еще плюс на создание юнитов. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент. И совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт console.war.ru. Если же вы не играете за Россию, то тут выбор либо монархия, либо торговая республика. Почему чаще в торговую республику? Просто потому, что она расположена по социальным политикам более удобно, чем монархия. То есть, все всегда феодализм открывают, очень неплохие средневековые ярмарки, тем более, что ускорение 4 торговых пути. То есть, у вас, скорее всего, это будет ускорено. И наемники не всегда ускорены, потому что это 8 наземных юнитов, но обычно тоже они могут быть ускорены. Единственная проблема с торговой республикой, то, что ее ускорение требует двух каравелл. Не всегда на Пангеи у вас есть возможность две каравеллы построить, поэтому открывается подольше. Но и ускорение монархии. С ускорением монархии тоже проблема, потому что для ее ускорения надо два храма построить. Мало того, что два святых места, два святилища, еще два храма, чтобы это все ускорить. То есть, вряд ли. И плюс еще теологию открыть при этом. Поэтому тоже монархия не всегда удобна. А вот прямо идти в торговую республику, которая дает аж два торговых пути, это очень неплохой бонус и к деньгам, и к ресурсам городов, если вы, например, внутренние пускаете. К тому же на 15% снижает требования для покупки за золото вообще любые и юниты, и здания. То есть, если здесь теократ очень-очень нужны особые условия, чтобы кучу купить за веру, то в торговой республике покупать за деньги, юниты и здания никаких особых условий не надо. Там вкидываете кучу послов в торговые города-государства, строите коммерческие центры. Собственно, такая пока единственная стратегия в шестой циве, и у вас все будет путем. У монархии не такие прикольные бонусы, потому что строительство оборонных зданий 50% вряд ли кто-то будет делать. Но обычно монархию иногда берут именно для войны. 20 бонусных очков лени – это в города-государства как раз. Ну, тут, собственно, при наведении написано, при создании послов. То есть, у вас будут быстрее послы генерироваться. Но, опять же, немножко странные бонусы. Это из разряда как в автократии. То есть, вроде берешь монархию на войну, но при этом бонусы не совсем на войну. То есть, хочется для нападения что-то брать, а вам дают бонус к строительству оборонительных зданий. Ну, так себе. И, наконец, правительство третьего уровня. Здесь очень похоже на то, что в Пятой Циве было порядок, свобода и автократия. Здесь у нас коммунизм, демократия и фашизм. Хотите воевать – берем фашизм. Хотите просто что-то такое среднее между войной и производством – берем коммунизм. Хотите улетать в космос – берем демократию. Разница, конечно, в карточках, но так как их восемь, их так немерено, то сильного различия прям в политических курсах при этих правительствах нет. Тут самое важное именно в бонусах, которые дают эти правительства. Коммунизм и фашизм похожи в бонусе к силе, но коммунизм дает только наземным юнитам плюс 4, а фашизм вообще всем юнитам плюс 4. То есть, понятно, если вы воюете на море или у вас воздушные юниты, то надо брать фашизм. Кроме того, фашизм сдает 20% к производству юнитов, а коммунизм 10% ко всему производству, вообще ко всему производству. Поэтому надо понимать, что если вы все-таки воюете, то фашизм предпочтительнее будет. Если уже у вас такая война, при которой вы еще пытаетесь как-то развиваться и планируете улететь, то, наверное, коммунизм. Ну, а демократия конкретно для победы космосом, потому что 30% к производству проектов в районах. Ну, это дебильный вот этот перевод. Это именно к проектам. То есть, это относится и ко всем проектам в космопорту. То есть, чтобы убыстрить запуск спутника, строительство частей космического корабля, надо брать демократию. Плюс 30% – это круто. Ну, меценатство в отношении великих людей уже не так важно в данном случае. Но если у вас действительно внезапно куча денег, то почему бы не использовать? То есть, вот пока я не принял демократию, этот великий инженер, наверное, 1200, ну, в районе 2000. А так как у меня демократия, то теперь 1195 я заплачу за великую... Ну, кстати, надо брать, потому что ведь и проект «Космическая гонка» плюс 750, он мне ускорит. Теперь по карточкам политических курсов. Тут я не буду, конечно, о каждом рассказывать. Они разделены на типы война, военные, экономические и дипломатические. Что важно понимать? Самые, пожалуй, главные карточки – это все, которые относятся к ускорению производства юнитов. Все эти плюс 50% к юнитам ближнего и дальнего боя, плюс 100% к созданию морских юнитов, плюс 50% к юнитам кавалерии. По той простой причине, что это практически единственные карточки, которые что-то ускоряют в создании игры. Да, вы мне можете сказать, есть же еще карточки на ускорение поселенцев, но вы ими будете пользоваться, пожалуй, только в начале игры. Возьмите себе за правило, если вы собираетесь что-то строить, и у вас на это есть карточка, обязательно ее ставьте, потому что плюс 50% и уж тем более плюс 100% – это офигенный бонус. Давайте просто зайдем в город. Ну, в данном случае, кстати, у меня не так много производства, просто потому что карта – это большие архипелаги, здесь и не будет особо много производства, но мне надо строить, например, наземный юнит, у меня 40 производства, значит, с той карточкой вместо 40 производства я буду получать 60 производства плюс 50%. Плюс 50% от 40% – это 20, 40 плюс 20 – 60 производства. Для морских юнитов вообще плюс 100, то есть в два раза больше производства. Вы экономите очень много молотков. И поэтому, например, покупать за деньги выгодно именно здания, именно здания в городах, потому что у вас в игре нету ничего, что может ускорить их производство. Ну, да, есть, честно говоря, есть для военных зданий, тут, по-моему, плюс 30%, да, производство при создании военных лагерей зданий в таких районах, но это не так часто вам требуется. А вот, и тем более, это только на военные здания. А вот создание юнитов, действительно, на все юниты есть какой-то плюс. И важно знать, где эти карточки находятся, потому что юниты отличаются эпохой, где они, ну, сильны, и, соответственно, карточки для этих юнитов различаются по эпохам. В начале первая карточка, которая работает на юниты, называется Агога и появляется вот в мастерстве. Видите, плюс 50% юнитам ближнего и дальнего боя, древнего мира и античности. Кстати, я считаю, что здесь еще одна проблема есть у шестой цивы в том, что почему карточки следующих эпох не дают бонус для создания юнитов более ранней эпохи. То есть вот следующая карточка появляется в феодализме, называется Феодальный договор, и она работает на юнитах Средневековья и Возрождения. Вот почему она не может давать плюс 50% к тем же юнитам античности и древних веков. Ну и, наконец, национализме, Великая Армия, плюс 50% производства юнитам ближнего и дальнего боя, промышленной эры и нового времени. Все то же самое касается других типов. Ну, самый главный у нас тип, который в основном строит, это, конечно, кавалерия. Вначале бонус юнитам древнего мира и античности появляется в военной традиции, затем в божественном праве, видите, рыцарство. Это, кстати, одна из причин, почему монархию могут первое открыть, потому что здесь карточка на плюс 50% к производству кавалерии Средневековья и промышленной эры, то бишь рыцарей и кавалерии, соответственно, или казаков. И, наконец, в фашизме карточка для современной кавалерии. Это танки, современные танки. Вот в фашизме карточка для ускорения их производства. Ну и то же самое касается морских юнитов и юнитов поддержки. Я уже не буду так конкретно показывать. Главное вам понимать вот это движение и эти карточки. То есть вначале берется, например, карточка для всадников, их куча строится, чтобы они были, и потом желательно их апгрейдить. Но если вам не хватает, тем более их надо будет достроить для создания корпусов, армии, потом армии будете строить, то без этих карточек лучше юнитов строительства не заниматься. Это очень важно. Вы будете терять очень-очень много производства. А потом не удивляйтесь, почему у соперников так много войск, и при этом они хороши еще и в развитии. Потому что вот эти карточки на создание юнитов, это, пожалуй, самые важные политики в этой игре. Ну, из других политических курсов, которые вы обычно всегда будете использовать, это бонусы от торговых путей, потому что, ну, торговых путей у вас будет много, штук 7-8, и дополнительные бонусы. Вот это у меня уже последняя электронная коммерция. Все эти карточки, опять же, заменяются. То есть, вначале у вас появляется карточка, которая дает просто плюс 2 золота за каждый торговый путь, потом плюс 4 золота и плюс 2 веры. Вот эта карточка плюс 5 производства и плюс 10 золота от международных торговых путей. А есть еще карточка плюс 4 пищи от внутренних торговых путей. Ну, понятно тут. Надо смотреть в зависимости от того, куда у вас караваны бегают, и такую карточку и брать. Не знаю, можно даже и комбинировать. Неплохие карточки, которые дают бонусы за всяческие районы. То есть, ну, тут опять надо понимать, есть бонус за соседство, а есть бонусы за здание. Видите, у меня, например, стоят бонус 100% науки от зданий в районе кампус, а есть еще бонус за соседство кампуса. И вначале, когда у вас только, ну, стоит район один, так, собственно, у вас сразу и не будет там плюс 100% от зданий в кампусе. Стоит район, то, естественно, надо брать бонусы за соседство. А когда уже будут какие-то здания тут построены, то есть так приблизительно можно примерно подсчитывать, сколько требуется, какие карточки лучше ставить. То есть, видите, в данном случае у меня уже лучше поставить карточку плюс 100% от зданий в районе. Меньше всего политических курсов, конечно, в дипломатии. Ну, вот жалко, я тут принял, тут уже не посмотреть. Но в основном вы будете пользоваться плюс какой-то бонус к влиянию за ход получения послов. И иногда, когда у вас нету послов в городе-государстве, вы можете на один ход переключать на карточку, которая даст вместо одного посла двух. То есть переключили, использовали. Следующим ходом открыли какую-то социальную политику. То есть оставляете такие социальные политики, которые быстро открываются. И обратно перекинули карточку. Таким образом, вы довольно много послов сможете дополнительно получить. Ну и есть еще такие политические курсы, как бы универсальные, которые дают там плюс 2 очка великого торговца, плюс 2 очка генерала, плюс 2 очка инженера. То есть какое-то количество очков великих людей. По опыту игры, их, если только в начале можно использовать, чтобы быстрее получить, например, быстрее открыть религию, быстрее великого пророка получить, быстрее получить великого полководца, особенно если играют с соединением генералов. Ну и вообще генерал в начале игры, если вы точно построили военный лагерь и открываете политики, желательно побыстрее получить, на самом деле. Вот это можно использовать. Но в течение игры эти плюс 2 очка, они уже не так сильно играют роль, потому что быстрее получать великих людей, хотя бы создавая проекты или покупая их за деньги и веру. То есть провел проект в городе, добавил недостающее золото, это намного быстрее, потому что эти карточки там плюс 2, плюс 4, но это очень-очень мало. В общем, все. Если еще какие-то есть пояснения или вопросы по правительствам и этим социальным политикам, то спрашивайте в комментариях. Ну и, конечно, не забудьте заглянуть на сайт consolewar.ru, там глобальная космическая стратегия. На этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халец и тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько прос. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.